Девушки отдыхают 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 мой вес. Ну-ка, разойдитесь. Сейчас я пройду по воздуху. Вот это я понимаю удобная обувь. Очень смешно. Я так просто не сдамся. Если я на него сяду, то мой вес распределится равномерно. Понятно. Наверное, мне понадобится больше шариков. Скорее надувайте. Поехали! Тьфу ты! Придется все переделывать. Идея! Давайте еще кое-что попробуем. Так, держите его. Неужели получится? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хе-хей! Смотрите! Я плыву по морю воздушных шаров! Когда Блейк ставит ногу на воздушный шарик, он принимает весь вес Блейка и не выдерживает. Когда Блейк встает на стол, его вес равномерно распределяется по шарикам. И они не лопаются. Интересно, удержат ли шарики нас всех? Забирайтесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришло время устроить банный день в моей коллекции монет. Этим я их не очищу. Этим тоже. Как же избавиться от пятен? Попробуем вот что. Мне нужна миска, кружка, чайная ложка, немного уксуса и немного соли. Сначала нальем полкружки уксуса. Выльем его в миску, добавим несколько ложек соли, размешаем хорошенько. И вот, все готово к эксперименту. Пусть постоит пару минут. Ну, может, еще немного. Класс! Они очистились. И это всего лишь за 20 минут. Грязные монеты покрыты слоем меди и кислорода. Это называется оксид меди. Если смешать соль и уксус, то получится кислотная смесь, которая разрушает оксид меди. Теперь займемся остальными монетами. Уверена, что не пройдет и часа, как монеты Марго вновь заблестят. Да, но даст ли ей увидеть, что находится на дне прибрежных водоемов? Мы с Дженни Льевой хотим увидеть, кто живет на дне этих водоемов. Но мы не хотим замочить ноги, поэтому мне пришлось придумать кое-что особенное. Этот сачок можно собрать в любых условиях. Достаточно найти кусок проволоки и пару ненужных колгот. Затем надо согнуть проволоку в петлю и обрезать колготки. Эти части нам не понадобятся. Отверстие для ног мы зашьем и приделаем проволоку. Приделаем ручку, чтобы можно было дотянуться до дна. Наш сачок смотрится неряшливо, но для нас это единственный способ проникнуть в подводный мир. Посмотрим, что там внизу. Хм, это сложнее, чем я думала. Сачком легко ловить живность, но нам приходится действовать вслепую. Здесь нужно что-то еще. Внимание, ракетчики! Сегодня мы запускаем ракету на Луну. Нет, нет, я имею в виду вот эту Луну. Давайте посмотрим, кто из вас сможет построить ракету, которая долетит до цели. Так-так, делаем ракету обтекаемой? Не забудьте приделать стабилизаторы. О, стабилизатор в середине. Оригинально. Хорошо, теперь запечатайте ракету сверху, чтобы ее можно было выдать на орбиту. Ага, утяжеляем ракету скотчем. Умно, умно. Готово. Приготовиться к старту. Зеленая ракета, пуск! Розовая ракета, пуск! Красная ракета, пуск! Ура! Вот и первое прилунение. Зеленая ракета оказалась слишком тяжелой из-за дополнительного скотча. Розовой ракете не помогло оригинальное оперение. А у красной ракеты вес и оперение оказались правильными. Хорошая работа! Поздравляю вас, коллеги! Мы вписали свои имена в историю. Все, достаточно. Теперь моя коллекция засверкает. Да, все монетки блестят, как новые. А что, если их оставить в уксусном растворе? Может, они станут еще красивее? Стоит попробовать. Я оставлю половину монет непомытыми. Остальные монеты ждет холодный душ. Прекрасно, теперь у них очень чистый вид. Помытые монеты засверкают чистотой. А... Ой! Посмотрите на те, что я оставила в растворе. Они еще грязнее, чем были. Когда монеты лежат на открытом воздухе, смесь уксуса и соли помогает атомам меди соединяться с кислородом из воздуха и хлором соли. В результате образуется зеленовато-синее вещество, называемое патиной. Какой кошмар! Я все испортила. Отправляйтесь обратно в уксусную ванну. Хот-доги! Мои любимые! Присцелла ничего не понимает. Может показать ей, насколько вместителен наш желудок. А это мысль! Мы сделаем искусственный желудок из этих старых пакетов. Так, что же нам говорили в школе? Это будет началом тракта. Затем надо приделать один пакет пошире и еще пять длинных. Вот и весь наш пищеварительный тракт. Теперь посмотрим, как по нему путешествует наш хот-дог. Когда мы едим, пища изо рта идет в пищевод и через него попадает в желудок. В желудке начинается первая стадия пищеварения. Кислые желудочные соки начинают разлагать пищу. Выходя из желудка, сосиска начинает долгое путешествие по тонкому кишечнику. Тонкий кишечник, довольно длинная трубка. У ребенка она может достигать пяти метров. Здесь из еды поглощаются полезные вещества. Осталось совсем чуть-чуть. Впереди только толстый кишечник. Толстый кишечник достигает метра в длину. Из еды выжимается жидкость. Все, что остается, это мусор, который выбрасывается через заднюю дверь. Мы с Дженни Вьевы ищем, из чего бы нам сделать пару подводных глаз. Нам это нужно, чтобы рассмотреть животных на дне прибрежных ям. И я уже нашла то, что нужно. Бутыли из-под молока и рулон пищевого пластика. Сначала отрежем горлышко. Не выбрасывай ручки, они нам пригодятся. Теперь вырежем и дно. Обернем дно пластиком и закрепим его с помощью красной изоленты. Вот так. Все очень просто. Вопрос только, будет ли это работать. Что ж, есть только один способ узнать. Ого, получилось! Сквозь этот пластик все прекрасно видно. Смотри, сколько там всего. Хорошо, теперь я вижу этих существ. Но как мы будем их ловить? Похоже, нам снова надо взять сачок. Тогда у нас будут и глаза, и руки. Ух ты! Эти животные просто удивительны. Однако нам придется отпустить их обратно, чтобы все могли ими полюбоваться. Все, кто умеет их искать. Озвучено по заказу ВГТРК в 2009 году. Так, правда. Продолжение следует... Продолжение следует...